Даже сегодня, спустя год работы системы Белтол, на штрафстоянке Брестского филиала транспортной инспекции стоят четыре автомобиля-нарушителей иностранцев, колесивши по белорусским дорогам без присловутого бортового устройства. Один из них – гражданин Германии. На своем рынке Лагуна он наездил на 9 тысяч евро. Казалось бы, большой резонанс, масштабная информационная кампания и дорожные знаки с надписью «Платная дорога» должны были помочь достучаться до каждого, кто въехал на территорию с синёкой. Но всего за год работы системы Белтол сотрудники транспортной инспекции зафиксировали 5700 нарушений, совершенных только иностранными водителями. Во многом виновниками такой печальной статистики стали незнание и нежелание самих водителей ознакомиться со всеми нюансами ноу-хау, а также, увы, технические сбои самой системы. Однако уже этим летом количество тех, кто рассекает по белорусским дорогам без бортового устройства, значительно снизилось. За год работы транспортной инспекции в Абрестской области было выявлено большое количество нарушителей. В то же время хочется подчеркнуть тенденцию на спад новых нарушений. Это результаты заметной работы, действительно дополнительного информирования, размещенных новых каких-то определенных плакатов, новых баннеров, информации в средствах массовой информации и так далее. Нарушения основной массы своей занимаются за прошлый год. За год работы нашего отдела, отдел составляет количество 42 человека сотрудника, было принесено в бюджет по взаиманию с иностранных транспортных средств иностранцев 2 миллиона 200 тысяч евро. Сумма довольно внушительная. По словам заместителя начальника филиала транспортной инспекции в Абрестской области Виктора Олейника, львиная доля в таком солидном пополнении государственного бюджета принадлежит сотрудникам рейдовых групп транспортной инспекции, которые стали лучшими по итогам работы за год среди своих коллег в других регионах страны. За этот короткий период времени, а год – это не такой большой промежуток временной, подразделения имеют самые высокие показатели в Республике Беларусь. От сформированных нарушений процент консервальности 65. Даже страна, ту систему, которую мы используем, Австрия, не может похвастаться такими результатами. У них до 25% консервальности от всех созданных нарушений. В планах – пополнение коллектива работников подразделения филиала транспортной инспекции по Абрестской области. В свою очередь, это позволит увеличить в разы положительную тенденцию раскрываемости нарушений на платных дорогах. В 2014 году в городе Пинске было также введено нами дополнительное подразделение, которое работает по южному региону. Закрывая дорогу М10, которая, кстати, в планах в будущем также станет платной дорога М10, до Гомеля будут платные участки. Пока мы работаем именно с южной границей, заранее информируем перевозчиков, людей, которые движутся в том направлении, но и также останавливают тех нарушителей, которые появляются в том регионе. С 1 августа этого года сеть системы электронного сбора платы за проезд расширилась еще на 256 километров. Грядет пополнение пунктов обслуживания клиентов, где можно зарегистрироваться в системе Белтол, взять под залог портовое устройство и пополнить счет. Есть надежда, что эти меры позволят иностранцам колесить по платным магистралям Синекой без риска оказаться заложником, казалось бы, европейской системы оплаты дорог.